Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В столице региона на проспекте Кирова появится большой транспортно-пересадочный узел «Пятилетка». Ход работ проверила глава города Елена Лапушкина. Оценили все параметры, в том числе размеры участков и ровность нового покрытия проезжей части. В столице региона проходит приемка объектов, отремонтированных по нацпроекту. Спасли безнадежную игру и идут в группе лидеров российской премьер-лиги. Самарские крылья советов во втором туре чемпионата страны разошлись миром со столичным «Динамо». В Самаре в этом году реализуют 10 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Всего в ведомстве городской администрации исполнение 44 показателей. 16 из них уже выполнены на 100% и более, выполнение остальных ведется по графику. Об этом говорили на еженедельном рабочем совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Полностью по планам на этот год выполнены показатели нацпроектов «Экология», «Производительность труда», «Культура» и «Туризма и индустрия гостеприимства». Особое внимание к реализации программ в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Глава Самары призвала руководителей департаментов и глав районных администраций не снижать темпы выполнения государственных программ. А также напомнила, что реализация проектов, заложенных в нацпроектах, способствует созданию гармоничной и функциональной комфортной городской среды, повышению качества жизни горожан, развития муниципалитета в целом. В Самаре на проспекте Кирова появится большой транспортно-пересадочный узел «Пятилетка». Он позволит пассажирам пригородных и межмуниципальных автобусов пересаживаться на метро, троллейбусы, трамваи и электрички. Работы ведут областное министерство транспорта и автомобильных дорог совместно с администрацией Самары. Глава города Елена Лапушкина осмотрела территорию, где появится пересадочный узел, и обсудила план работ с руководителями профильных ведомств. Подробности в репортаже Светланы Кудрявцевой. Еще недавно на этом месте шла бойкая торговля в палатках, но теперь территорию готовят к созданию транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». Как идут работы, проверила глава города Елена Лапушкина. Рядом с остановкой метро «Кировская» на месте вещевого рынка появится удобная конечная остановка для межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с комфортной пересадкой на городские маршруты общественного транспорта, которые обеспечивают доступность всех районов Самары. Здесь же пассажиры смогут без проблем пересаживаться на метро и на пригородные электропоезда, которые отходят с платформы «Пятилетка». Территория достаточно сложная. Здесь есть муниципальная земля, здесь есть земля, которая находится в частной собственности, есть линия ОДС, железная дорога, оборонные предприятия. «Очень много жалоб было на торговлю вдоль улично-дорожной сети, и от жителей, и от посетителей, и от заводчан. Очень много, что ни пройти, ни проехать. Сейчас мы с этой темой разбираемся. Правая сторона проспекта Кирова очищена. Сейчас там будем приводить порядок, вывозить мусор. Хочу сразу предупредить жителей, хочу сразу предупредить людей, кто осуществляет торговлю на противоположной стороне проспекта Кирова. Освобождение земельных участков будет продолжаться, потому что эта земля нужна для развития города». «Здесь происходит пересечение всех видов транспорта, и станция метро, трамваи, троллейбусы, автобусы и электрички. Это место является самым удобным, поэтому оно и было выбрано. На данный момент ведутся работы с предпринимателями. Социально ориентированный бизнес идет нам навстречу. Здесь мы совместно организуем разворотные площадки, здания непосредственно вокзала, и убираем всю незаконную торговлю, чтобы расчистить максимально территорию и сделать ее комфортной и удобной для жителей города». Также сейчас прорабатывается вопрос по обустройству дополнительных парковочных мест вблизи завода Кузнецов вдоль заводского шоссея и проспекта Кирова. Схема организации транспортного движения находится на стадии редактирования и согласования. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Осмотрела глава Самары и территорию Советского района. К Елене Лапушкиной во время приема граждан обратились жители, которые недовольны парковкой, а также попросили проверить состояние ели и каштанов в районе и организацию вывоза мусора с контейнерной площадки. Елена Лапушкина и глава района Вадим Бородин вместе осмотрели территорию. «Мы посвечались с жителями, вышло порядка 50 человек, да, то есть мнение жителей разделилось. Было принято решение полностью провести собрание близлежащих домов, согласно в электронном виде ГИС ЖКХ, чтобы конкретно каждый высказал свое мнение. После этого уже какое-то будет принято решение согласно данной стоянке. Также были жалобы на то, что у нас идет незаконный снос деревьев на аллее, которую мы сделали, это сквер Аврора. Мы сейчас прошли, каштаны были обрезаны, то есть была санитарная обрезка. Проверили елку, которую сажали в период сдачи. Елка живая, все нормально, да, за ней ухаживают. Контейнерную площадку проверили, контейнерная площадка тоже чистая. Все, ну, на всякий случай возьмем на контроль для того, чтобы мало ли что, какие вопросы возникают. В Самаре продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня прошла приемка объекта на улице Шоссейной в Куйбышевском районе. Какие показатели оценивали специалисты курирующего ведомства, расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. В Самаре продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня проходила приемка объекта на улице Шоссейной в Куйбышевском районе. Ранее около 2000 квадратных метров дорожного покрытия было обновлено. Участок от улицы Народной до улицы Главной отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты курирующего ведомства оценили состояние новой проезжей части. В их арсенале – курвиметр, рейка и рулетка. Проверка тщательная. Важно, чтобы все показатели на участке отвечали нормам. Делают замеры, проверяют ровность покрытия, оценивают высоту люков колодцев, чтобы они не были выше нормативных значений, а также, чтобы не было просадок. В целом следят за тем, чтобы проезжая часть была отремонтирована в полном объеме. И работы отвечали ГОСТу, требованиям муниципального контракта и условиям реализации дорожного нацпроекта. То есть это непосредственно исполнительная документация, это проверка схем, это проверка качества асфальтопитонных смесей, проверка ровности. После уже выполнения всех работ также проходит специализированная дорожная лабораторно-диагностическая машина. Отбор кернов у заложенного покрытия – тоже обязательная процедура, чтобы в дальнейшем замерить их ширину и в лаборатории сделать вывод о водонасыщении, прочностных свойствах и других качественных характеристиках. Сложность была в том, что здесь очень высокая колейность была, участок очень нагруженный, здесь ездят самосвалы с песком, с тракторные, со стрелки через мост, особенно в летний период, там большие выдавливания асфальта. Сначала фрезерование, затем работа с инженерными коммуникациями и устройство выравнивающего слоя, после чего на участке рабочие уложили верхний слой покрытия. Использовали асфальтобетон повышенной прочности – ЩИМА-16 на полимерно-бетонном вяжущем. Он более вынослив к перепадам температур и плотному трафику. Автомобилисты и местные жители ремонту обрадовались. У нас все водители перезванивались, когда увидели, что приехали машины, что они снимали асфальт, что не просто отремонтировали яму, а что действительно к этому подошли так серьезно, потому что очень большая нагрузка. Представляете, это Сухая Самарка, Волгарь, 116-й, Новокуйбышевск. А за Новокуйбышевским поселением, которое тоже приезжает работать в Самару, это тысячи людей, которые сейчас на самом деле рады. В ходе приемки претензий к качеству не возникло. В этом году в рамках нацпроекта уже отремонтировали 36 улиц. Из них больше половины уже проверены. В текущий период еще пять объектов охвачены ремонтными работами. А на одном оставшемся участке подрядчик намерен приступить к выполнению работ в начале августа. Подчеркнем, что качеству дорожной инфраструктуры, ее развитию повышенное внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Так только в региональной столице на средства нацпроекта в этом дорожно-строительном сезоне приведут нормативное состояние 42 дороги местного значения. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Прикоснуться к истории. В Самару прибыл автобус, в котором разместили экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной. Музей на колесах создали энтузиасты из Благовещенска. А свой вояж они посвятили 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. Увидела экспонаты и наша съемочная группа. Идеей передавать из поколения в поколение правду о Великой Отечественной войне Владимир Васильев проникся еще в детстве, когда у него в руках оказался конспект деда-фронтовика. Описанные там ужасы задели за живое. Очень часто приглашали его в учебное заведение, где он рассказывал о войне, о жестокости войны. Я всегда мечтал, что у меня будет много детей. И я знал, что нужно передать эстафету поколения, политую кровь нашими же дедами. К сожалению, современным детям много чего нельзя рассказывать с того конспекта. Поэтому я серо копировал самую последнюю страницу, где он, так сказать, завещал, в первую очередь, мне, моим детям, что мы, бывшие фронтовики, как бы передаем вам эстафету памяти и надеемся на вас. Мечты сбылись. Владимир воспитывает пятерых детей, занимается раскопками и реконструкцией военных битв. Постепенно у него скапливались военные трофеи, которые хотелось показывать людям. Так и возникла мысль создать передвижную выставку и отправиться с ней по городам. К поездке готовились год. Стартовали 22 июня. Волгоград планирует прибыть 5 августа. В пути посетить около 20 городов. На сегодняшний день дети могут зайти в музей, потрогать, пощупать, попробовать вообще на вес, что такое пистолет, да, что такое ППШ, что такое пулемет и тому подобное. И таким образом вот этот контакт, который идет у детей, он дает плоды. Дети сегодня говорят о том, что на ППШ это Томпсон. И им приходится рассказать, что это ППШ, пистолет, пулемет. Наши дедушки ласково называли папаша. Маша и Матвей о прибытии в Самару автобус знали и очень хотели осмотреть экспонаты. От выставки остались под большим впечатлением. Мы приехали в музей посмотреть оружие, андежда и оружие. Мне понравилось 7-4. Это автомат с глушителем. И мне понравился обычный пистолет. Мне тут больше всего понравились гранаты и оружие. В Волгограде участники автопробега планируют сделать забор вечного огня, получить на него сертификаты. Затем они отправятся в обратный путь и развезут огонь по городам, через которые проезжали на пути в Волгоград. Заедут и в Самару. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. В самарском филиале компании «Энергосбыт плюс» подвели итоги ежегодной акции «На дачу с удачей». Участие в проекте приняли более 2000 жителей региона. Главным призом акции стал новый велосипед. Об условиях проекта и других программах компании расскажем в следующем сюжете. Елена Баринова водитель со стажем. Давно мечтала о новом двухколесном друге. Теперь поездками только по городу не ограничится, рассказывает женщина. На новеньком велосипеде отправится в загородное ралли на природу. Неожиданно, приятно, здорово. Мечта такой велосипед иметь. Я живу рядом с парком загородным, поеду туда, на природу кататься. Велосипед стал главным призом акции «На дачу с удачей» ежегодного проекта компании «Энергосбыт плюс». Правила просты. Потребителю необходимо было оплатить счет за тепловую энергию за май и внести аванс за июнь. В этом году победителями стали четыре жителя четырех городов Самарской области. Акция проходила с 1 по 30 июня. Проводится второй раз в нашем филиале. Участниками стало 2300 человек приблизительно по всем городам присутствия. Это Самара, Тольятти, Новокуржевск и Сызрин. «Энергосбыт плюс» продолжает радовать клиентов подарками. А сейчас в Самарском филиале проходит акция «Офис в кармане». Для участия потребителям нужно до 30 сентября оформить подписку на электронную квитанцию. И уже в октябре определится победитель. Счастливчик получит новый смартфон. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. В Самаре завершился 11-й молодежный образовательный форум «Иволга». Его участниками в этом году стали 2000 активных, талантливых и целеустремленных молодых людей из 71 региона России. Форум проводили при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В течение прошедшей недели на фестивальной поляне работало 8 тематических смен и 3 специальных направления. Эксперты, преподаватели и специальные гости провели множество занятий и встреч для того, чтобы участники совершенствовали свои проекты и могли получить средства на реализацию идей. На церемонии закрытия форума побывал Андрей Горгуленко. Анна Кузнецова приехала на форум «Иволга» из-за республики Мариэлл с проектом «Я вижу». Вместе со своей командой студентка медик хочет с помощью лекций, разных упражнений и занятий улучшить качество зрения среди молодежи. Анна уверена, для современного мира это весьма актуальная тема. Мы будем рассказывать вообще о зрении, о том, как правильно заниматься с компьютерами, с техникой. Это сейчас достаточно важный вопрос, потому что мы все время с гаджетами, никак от них не избавиться, то есть это часть нашей жизни. Также важной задачей является объединение межрегиональное. Команда Анны Кузнецовой стала участником гранда батла. Это новый формат в рамках молодежного форума «Иволга». Лучшие команды должны были за две минуты рассказать, о чем их проект и почему именно они должны получить гранд на реализацию своих идей. Своеобразный поединок судили эксперты высокого уровня. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Их решением почти все финалисты получат поддержку при реализации, поскольку имеют общественную, социальную значимость. Видим, что не останавливаются на достигнутом, меняют подходы, ставят новые задачи, в том числе и перед нами. Это всегда хорошо, это как раз залог того, что форум развивается и действительно он стал основным событием молодежи, если откровенно говорить. И по количеству людей, которые заявляются сюда, по спектру вопросов, которые здесь рассматриваются, по характеру вопросов обсуждаемых и проблем, по тем решениям, которые здесь принимаются в плане поддержки проектов. В этом году Иволга объединила молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, а также школьников от 14 до 17 лет в рамках специального формата «Поколение первых». На фестивальной поляне в течение недели работало 8 тематических смен и 3 специальных направления. 490 экспертов, преподавателей и специальных гостей провели 570 занятий и встреч для разных смен и специальных направлений форума Иволга. А всего участниками стали 2000 молодых людей из 71 региона России. То, что форум год от года растет, то, что наполняется новыми смыслами, то, что расширяются возрастные категории, это, конечно, в первую очередь наша совместная работа, я имею в виду оргкомитета форума с аппаратом полномочного представителя. Кроме основного окружного проектного конкурса, каждый участник форума мог презентовать свою инициативу в одной из 18 номинаций на грантовом конкурсе «Росмолодежи». Всего было подано 507 заявок, из которых 372 были представлены на публичной защите конкурса перед экспертным сообществом «Росмолодежь Гранты». 30 проектов получат поддержку. Грантовый фонд составил почти 10 миллионов рублей. Победители и самых активных участников форума наградили дипломами и подарками на главной сцене форума во время церемонии закрытия. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. В Самаре продолжается традиция концертов под открытым небом. На площадке у Дома офицеров играют военные духовые оркестры. На этот раз перед горожанами и гостями областного центра выступал оркестр бригады специального назначения. Подробности у наших корреспондентов. Галина вместе с подругой не пропускает ни единого концерта под открытым небом. С начала июня в Самаре на площадке у Дома офицеров играют духовые оркестры. Вот мы в свою молодость, когда оркестр все время в струкачах играл, уже все знали, там народу было много всегда. А сейчас, когда вот стала перестройка, людей отлучили от музыки, отлучили. И они теперь уже отвыкли и все сидят и просто равнодушно так слушают и все. А мы раньше даже усидеть не могли, не то что там духовой оркестр играет, мы уже все, у нас танцы во всю катушку. На этот раз для самарцев и гостей областной столицы выступал оркестр бригады специального назначения. Впервые военный оркестр выступил перед самарцами и гостями областного центра три года назад. Духовая музыка понравилась горожанам и концерты стали традиционными. Идеей проекта «Летние вечера духовой музыки» принадлежит начальнику Дома офицеров Александру Назаренко и координатору проекта Вячеславу Ворошилову. Дошла очередь до оркестра специального назначения. А там, где они служат, независимо, музыканты, водитель, разведчик или стрелок, ты обязан прыгать с парашютом. Ну, конечно, это небольшая ирония, что они играют на инструментах во время прыжка. Было придумано, скажем так, нашей командой творчески так подошли к объявлению. Но ребята на самом деле совершают прыжки. С каждой минутой зрителей становилось все больше. Прохожие забывали о своих делах и просто оставались послушать музыку. Я пришла, и мне очень понравилось. Я теперь каждое, вот, все лето буду теперь ходить. Я люблю ходить и на духовой оркестр Когана все время, то в Струковский сад, то это. И здесь, конечно, замечательный оркестр. Традиции выступлений военных оркестров под открытым небом в Самаре существуют давно. В областном центре выступали дирижер Илья Шатров, Семен Чернецкий, который дирижировал военным парадом 7 ноября 1941 года. Военные оркестры будут выступать до конца лета по вторым и четвертым пятницам месяца. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. В Самаре прошло торжественное открытие фестиваля пляжных видов спорта. Состоялось оно под Первомайским спуском, где расположились игровые площадки. В этом году участники приехали из других городов и регионов России. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Спортивная жизнь на пляже под Первомайским спуском не затихает ни на минуту. С июня месяца здесь танцуют и занимаются спортом в рамках акции «Самара в движении». 28 июля здесь открылся фестиваль пляжных видов спорта. «Самара – это столица спортивная нашего региона, столица спортивная по Волжии, поэтому все самые интересные, все самые интересные спортивные события происходят именно здесь. У нас красивейшая набережная, прекрасный пляж, и такой спортивной зоны, как у нас на нашем пляже, нет, пожалуй, нигде, ни в одном городе России». В этом году фестиваль собрал максимальное количество участников. Более тысячи человек соревнуются в разных видах спорта. Это футбол, волейбол, теннис, паркур и другие. «Много, на самом деле, в сравнении с прошлыми годами, достаточно много. То есть с разных городов много народу приехало, так что ожидается хорошее соревнование». В пляжных видах спорта решили поучаствовать и жители других регионов России. Александр Илюхин приехал в Самару из набережных Челнов. Жаркая погода не стала для него препятствием. «Мне больше всего нравится, конечно, пляжный волейбол, и я приехал поучаствовать именно в пляжном волейболе. Но, как и любой спортсмен, отношусь положительно к любимым видам спорта, потому что, ну, Самара в движении, все счастливы, рады. Почему нет?» Всего на пляже под Первомайским спуском работают 20 площадок. Главная задача фестиваля – объединить любителей спорта из разных городов России и дружественных стран. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Бесплатно приобщиться к физкультуре и танцам в областном центре можно благодаря акции «Самара в движении». Спортивные городки и танцевальные площадки построены в разных районах города. Одна из них расположена в парке Гагарина. В эти выходные горожане сдавали там нормы ГТО. Дарья Консовенко только исполнилась 8 лет. Самым лучшим подарком для девочки стал значок о сдаче норм ГТО. На вручение она пришла вместе со своей бабушкой. «Тяжелее всего мне было метание. Легче всего это делать наклоны и отжиматься. Еще занимаюсь джидо, у меня уже 12 медалей и один кубок». Вручение значков о сдаче норм ГТО прошло в парке Гагарина. Здесь же все желающие могли сдать необходимые нормативы. В среднем пройти нужно 6 испытаний в зависимости от пола и возраста. Например, бег, подтягивание, наклоны, стрельба. «Я гулял с сыном по парку на коляске и увидел объявление. И решил проверить свои силы. Собственно говоря, я ознакомился с общим доступом со всеми нормативами. Попробовал себя сначала испытать до сдачи. Понял, где мне нужно подтянуться и начал готовиться. В принципе, заняло меня это немного, где-то около месяца. И я уже сдал все нормативы». «Это была моя мечта – получить золотой значок ГТО здоровый образ жизни, тренировки и желание победы». Пискультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» проходит при поддержке администрации областного центра с третьей декады июня и продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. «В первую очередь это нужно для того, чтобы испытать себя, для того, чтобы испытать свои физические навыки, развить какие-то навыки в плане спорта. В первую очередь это нужно для того, чтобы доказать для себя, на что ты способен». Впервые акцию власти города провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционной. Каждый год к акции «Самара в движении» прибавляются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева в парке «Гагариной» 50-летия октября, а также на пляже под первомайским спуском. «В парке «Гагарина» «Самара в движении» организовано зоне стадиона, где сосредоточено наибольшее количество занимающихся. Теперь там установлена дополнительная сцена, подиум для занятий. И с понедельника по пятницу с 17 до 21 часа работают инструкторы фитнес-клубов, которые бесплатно для жителей города организовали здесь занятия». Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Вовлечение горожан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Аналитики Яндекс.Путешествий фиксируют рост спроса пользователей на бронирование отелей на новогодние праздники. Доля таких букингов в июле этого года выросла в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем пользователи планируют новогодние поездки на 4 дня при стоимости номера около 8 тысяч рублей за ночь. Согласно исследованиям, наиболее популярные российские регионы для бронирования на новогодние праздники – Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Ставропольский край, Карелия, Мурманская и Вологодская области. Большая часть забронированных номеров приходится на отели уровня 3 и 4 звезд – 31% и 24% соответственно. На 5-звездочные отели приходится 3% бронирований, 2-звездочные – 5%, 1-звездочные – 2%. Если сравнить эти данные с полными данными по бронированиям на новогодние праздники 2022 года, то доля номеров в гостиницах уровня 5 звезд и 2 звезды была в два раза выше. Соответственно, сейчас пользователи стараются забронировать лучшие места в массовом сегменте, где выше всего конкуренция за номера. Также в текущих заказах 2023 года значительная доля бронирований с детьми – 45%. Семьи стараются спланировать свои поездки заранее, так как количество подходящих им номеров по популярным направлениям ограничено. Спасли безнадежную игру и идут в группе лидеров российской премьер-лиги. Самарские крылья Советов во втором туре чемпионата страны разошлись миром со столичным «Динамо». Игра завершилась со счетом 3-3. Свидетелем этого драматичного поединка стал наш журналист Анатолий Головко и готов поделиться подробностями. В минувшие выходные крылья Советов и московская «Динамо» стали непосредственными участниками классического триллера, который отвечал всем законам жанра. Болельщики, пришедшие в этот день на стадион, то и дело хватались за сердце на протяжении всего поединка. Первым свое имя на табло зажег Захарян, воспитанник Тольяттинской академии Коноплева. Еще через несколько минут Арсен отдал голевую на Тюкавина. Константин изящно перебросил Овсяникова и упрочил преимущество гостей. Вопреки провальному старту дружина Осенькина не рассыпалась, крылья Советов продолжали искать счастье у чужих ворот. Новобранец хозяев Корпицкий воспользовался ошибкой Фомина и отдал передачу на Костанцу. Бразильский защитник сократил отставание самарцев до минимума, хладнокровно расстреляв владение Шунина с близкого расстояния. Но радоваться местным болельщикам пришлось недолго. До перерыва белоголубые забили еще. Смолов замкнул передачу на Гамалё. Во втором отрезке встречи на аванс-сцену вышел гений Игорь Осенькин. Наставник Волжен провел тройную замену. Команда хорошо работала в позиционной атаке, перекрыв сопернику кислород практически на всех участках поля. На 74-й минуте Бейл получил пас от Витюгоу на правом фланге и снял паутину с левой девятки динамовских ворот. Вдохновившись шедевральным голом Глена, футболисты Крыльев-Советов почувствовали, что могут спасти безнадежный матч. Столичные гости дрогнули. За две минуты до конца основного времени Грулёв сыграл рукой в собственной штрафной. Гаре был точен. Аргентинец развел мяч Ишунина по разным углам. Финальный свисток Любимова зафиксировал ничью с хоккейным счетом 3-3. На послематчевой пресс-конференции Игорь Осенькин сказал журналистам, что считает результат поединка закономерным. В голове где-то у каждого будет, а может быть можно было и выиграть, но надо объективно говорить, наверное, ничья – это такой исход матча, который справедливый. А вот молодой полузащитник Никита Салтыков, который пользуется доверием тренера в последних играх, хотел отобрать у столичных гостей еще два очка. Я считаю, мы могли выиграть, потому что во втором тайме у нас было очень много моментов. У меня было два момента только. Вот поэтому это, наверное, такая ничья, но надо думать о победе. Подарить своим болельщикам первую домашнюю победу в новом сезоне волжане могут уже в эту субботу. 5 августа крылья Советов померятся силами с Ростовом Валерия Карпина. Стартовый свисток прозвучит в 16.00. Мы будем всесторонне освещать эту встречу. Следите за анонсами в наших социальных сетях и на сайте телеканала «Самара ГИС». Анатолий Головко. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской» напоминают, что продолжается голосование за обеспечение высокоскоростным мобильным интернетом населенных пунктов в 2024 году. Принять участие можно двумя способами – проголосовав на госуслугах и по почте, отправив письмо на адрес Минцифры России. В нем необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, а также куда нужно провести интернет. Письмо могут подписать сразу несколько человек. Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября. Социальные координаторы филиала Фонда защитники Отечества по Самарской области всегда готовы прийти на помощь, сообщает телеграм-канале промышленного района. О том, как работает служба социальных координаторов и какие направления помощи существуют, рассказывают в карточках на страницах телеграм-канала. До 20 сентября этого года продолжается сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Достигших 18-летнего возраста на получение премии главы города «Мир равных возможностей», говорится в телеграм-канале Департамента опеки. Премия вручается в номинациях. Общественная деятельность, литература и искусство, образование и наука, предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность, а также техническое и народное творчество, физическая культура и спорт. Телефон для справок 332-1103. А в Ленинском районе Самары продолжаются съемки фильма. Сегодня съемочная группа работала на Галаксионовской, сообщила в своем телеграм-канале глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко. Она же встретилась с одним из артистов будущей картины, очень добрым, умным и скромным попугаем по имени Яга. Все секреты новой комедии пока не раскрываются. Зрители с нетерпением ждут премьеры. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова